Всем привет! В эфире «Универ Ньюз» в студии Валерия Муратова. Мы подготовили для тебя порцию свежих новостей. Итак, сегодня в выпуске. Вопросы тюркской лингвокультурологии обсудили в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. КФУ расширяет сотрудничество с иранскими вузами. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций прошла встреча, посвященная современным медиа. В Камском устье состоялось заседание Совета муниципального района, посвященное итогам социально-экономического развития территории. Заседание провел председатель Госсовета РТ Фарид Мухамедшин при участии ректора КФУ Ильшата Гафурова. Ну а мы продолжаем. В Международный день родного языка в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ прошла юбилейная научно-практическая конференция, посвященная вопросам тюркской лингвокультурологии. Об этом наш следующий сюжет. 20-21 февраля, вот уже в десятый раз, Казанский федеральный университет принимает международную научно-практическую конференцию «Тюркская лингвокультурология. Проблемы и перспективы». На участие в ней зарегистрировались 183 человека из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В нашей конференции принимают участие наряду со школьниками Республики Татарстан, учащиеся различных регионов, десятка регионов Российской Федерации, а также ряда зарубежных стран. Это Казахстан, это Киргизия, есть студенты из ряда других стран СНГ, а также из Японии. Конференция затрагивает вопросы существования тюркских языков в современном мире, взаимосвязи языка с обществом и культурой, отражение национального характера, менталитета в лексической системе языка и многие другие вопросы современной лингвокультурологии. Данная конференция международная и здесь больше слушателей и более перспективно, на мой взгляд, участвовать в таких конференциях. Стоит отметить, что конференция не ограничилась одними только выступлениями докладчиков. Марсель Галеев уникален своим творчеством, наряду с тем, что он написал несколько десятков произведений, произведения очень популярные. Он еще является фотохудожником. Мы перед началом нынешней конференции открыли еще и фотоконкурс Марселя Галеева. Камиль Гемоздинов, Леонард Авлитяров, Универньюс. 21 февраля в Институте международных отношений Казанского университета прошла встреча генерального консула Венгрии со студентами. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Цикл лекций дипломатических работников в Институте международных отношений Казанского университета завершает генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер, который 21 февраля выступил с открытой лекцией. Само направление международное отношение в КФУ уже предполагает, что выпускники могут стать в том числе и дипломатами. В реальности наши выпускники работают на дипломатической службе и в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и в представительстве МИД в Казани, в аппарате президентов, в кабинете министров, в наших представительствах нашей республики, в посольствах и консульствах Российской Федерации и в Организации Объединенных Наций. То есть мы можем точно и с уверенностью сказать, что выпускники Казанского университета, закончившие международные отношения, реально становятся дипломатическими работниками. Публичные лекции, которые ведут практикующие дипломаты, заметно отличаются формой подачи от тех лекций, которые ведут преподаватели вуза. Все лекции тематически посвящены двум направлениям – образу дипломатов в той или иной стране, а также отношениям России с государствами, которые представляют генеральные консулы. Мы договорились в течение этого времени, что дипломаты не просто представят себя, не просто выступят со своей визитной карточкой личной и как дипломатического работника, но они также смогут непосредственно представить внешнюю политику своего государства и, конечно, отношения между Российской Федерацией и той страной, которую они представляют. Казанский федеральный университет посетил консул Генерального консульства Исламской Республики Иран в Казани Маликадин Шафагат. Визит прошел в рамках расширения сотрудничества между КФУ и иранскими вузами. Подробности расскажет Анна Глазунова. Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета посетил консул Генерального консульства Исламской Республики Иран в Казани Маликадин Шафагат. В рамках визита прошла встреча с иранскими студентами, которые обучаются в Казанском университете. Они поделились с господином Шафагатом своими впечатлениями от университета и задали все интересующие вопросы. На сегодняшний день в КФУ обучаются почти 200 студентов из Ирана. Студентам из Ирана, которые обучаются в КФУ, очень нравится здесь. У вас в университете хорошая инфраструктура и современное оборудование. Многие иранские студенты предпочитают обучение именно в КФУ, нежели в других университетах мира. Визит посвящен расширению сотрудничества между КФУ и иранскими вузами. Планируется обмен студентами, создание центра совместных исследований и проведение научных конференций. Уже сейчас преподаватели и профессора из КФУ участвуют в мероприятиях, которые проводятся в Иране. Консул Генерального консульства Ирана в Казани также планирует побывать в аудитории, где занимаются иранские студенты. Посетить здание биомедицинского кластера КФУ и обновленное здание университетской клиники КФУ. Анна Глазунова, Александр Юйдин, Универньюз. Вот уже много лет психология состояний активно разрабатывается казанскими учеными. И 21 февраля российские и зарубежные психологи начали обсуждение вопросов развития психологии состояния в рамках международной научной конференции. Подробности в следующем сюжете. На базе Института психологии и образования начала работу международная научная конференция «Зимняя школа по психологии состояний». В работе конференции принимают участие преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты разных городов России и ближнего зарубежья. Целью школы является обмен результатами научных исследований, опытом в сфере психологии состояния и разработка совместных научно-практических проектов, установление профессиональных контактов и расширение связей между вузами страны. Специалисты обсудили актуальные проблемы психологической науки, представив свои доклады на пленарных и секционных заседаниях. Кроме того, в рамках проведения школы запланированы тренинги, мастер-классы и круглый стол. В стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошла дискуссионная встреча в формате ток-шоу. В ней затронули проблемы, касающиеся современных медиа. Подробнее об этом расскажет Булат Гусейнов. 21 февраля в шоуруме Высшей школы журналистики и массовой коммуникации прошла дискуссионная встреча в рамках ток-шоу на тему современной медиакоммуникации как инструмент манипулирования субъектами политики. Встречу посетили такие гости, как Артем Прокофьев, депутат Государственного совета Республики Татарстан, Ленар Фуисудинов, член Российской ассоциации по связям с общественностью. Соглашенные гости ответили на вопросы студентов-политологов Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций. В частности, обсудили значимые вопросы, касающиеся роли СМИ в политике. В целом, разговор, как я понимаю, пойдет прежде всего о социальных медиа, но это действительно то, что уже, не то, что меняет, это уже изменило и мир, и наше общество в том числе. Также рассмотрели корни проблемы блокировки социального мессенджера Телеграм. Булат Гусейнов, Ленар Довлетяров, Универньюз. Возвращаясь к теме родного языка, IT-лицей Казанского университета также решил не оставаться в стороне и провел концерт в честь этого праздника. О том, как это было, смотри далее. Инт Атлатель Тугантель. Под таким названием прошел концерт в честь Международного дня родного языка в IT-лицее Казанского федерального университета. В мероприятии приняли участие ученики 6-11 классов различных регионов нашей необъятной страны, которые через выступление хотели передать особенный колорит своей народной культуры. Прежде всего, конечно, мы живем в Республике Татарстан, и прежде всего мы должны знать татарский язык. Это первое. Второе, знание языка дает возможность понимать народ, то есть понимать народ, понимать территорию, на которой ты живешь. Ну и прежде всего, конечно, сохранение культурного наследия. День родного языка – это не просто дата в календаре, а день, в который особенно важно помнить о том, как дорог и необходим человеку родной язык. Мне кажется, это очень важно популяризовать именно родной язык, чтобы все чувствовали себя комфортно, все относились друг к другу положительно, толерантно и дружно. Ребята рассказывали стихотворения, пели песни, ставили этюды на четырех языках – татарском, русском, французском и английском. И иностранные языки, также мы их включили, чтобы дети узнали, чтобы дети услышали эти языки, и как бы у них проявилось уважение. То есть не только к своему народу, но и ко всем народам. Концерт завершился исполнением песнигом «Дуа Тукая Тугантель». Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова